здравствуйте дорогие радиослушатели и все кто смотрит нас на нашем youtube канале в эфире программа политинформания радиостанции народная волна чикаго самой популярной радиостанции на среднем западе сша ее ведущие эдуард румер и геннадий прор сегодня мы беседуем с российской журналисткой и телеведущей креативным продюсером телеканала дождь анна мангайт анна добрый вечер она большое спасибо за ваше время вы человек очень занятый нам очень важно что вы вышли с нами в эфир поговорить о том что и не только сегодня происходит очень много событий ну и вообще происходит событиях и украины и россии мы еще вернемся к тому что сегодня происходит сегодня действительно очень много событий может быть даже знаковых но вот у меня такой вопрос часто когда мы беседуем с журналистами или с политологом они говорят о российском общество как о зомбированном обществе вам не кажется что это такое как бы оправдание для общества потому что если человеку допустим ставят диагноз что он психически нездоров с него как бы взятки гладки не знали кто-то должен объявить мобилизацию а новый формат военных действий какую-то большую революционную стратегию какую-то озвучить и все снова ждут ничего не могут сделать у нас загнала жизнь загнала российское государство и ситуацию когда большинство считает что ничего не может сделать все могут ждать слушать обсуждать в соцсетях бояться но ничего существенно сделать не могут и мне кажется это это и вызывает вот это вот чудовищное драматическое депрессивное состояние когда ты вынуждена пассивен мы журналисты еще что-то можем это те журналисты которые уехали те журналисты которые остаются в россии уже ни на что не способны просто потому что абсолютно связали руки они или сидят или молчат и поэтому собственно нельзя обзыва считать общество зомбированным это снобская презрительная позиция по отношению к людям которые находятся в вынужденной ситуации я очень не люблю вот это вот пренебрежительные характеристики по отношению к людям которые живут в состоянии опасности и в состоянии постоянно состоянии страха и шантажа и поэтому пусть это говорят только те кто находится с ними в равной ситуации вот если ты живешь в россии даешь интервью вашему радио в чикаго и рассказываешь про других своих зомбированных соседей а ты сам такой смелый вот тогда это равноправная ситуация а это так это такие немножко пустые разговоры она как вы думаете почему все-таки вот ну скажем так год назад вы жили в москве а все было понятно почему все-таки общество оказалось в такой ситуации скажем так 30 лет назад была совсем другая ситуация смотришь документальные кадры девяносто первого года девяносто-го тридцатилетние люди там светлые и интересные у них будущее эти же люди сегодня 60-летний в основном скажем так и топе да я не очень люблю это слово жаргонное топят за путина и за войну почему вот так произошло вот это вот такой вот человек тем он консервативнее тем меньше он готов рисковать тем меньше он применен ипотеками родственниками обязательствами тем легче он готов менять жизнь если он молод это как раз для меня все абсолютно понятно и советский союз и коммунизм так осточертел такому огромному количеству людей всей стране вся страна испытала вот это вот ужасное давление со всех сторон и экономическое и политическое отсутствие права голоса и все были в этом смысле абсолютно единомышленные не все но многие а сейчас очень разная ситуация люди живут во дворе абстрагирована от власти власть борется с какими-то врагами людям конечно проще отдать власти возможность бороться с врагами и свои собственные проблемы они списывают теперь тоже на этих врагов вот у тебя коррумпированные сесси коррумпированные менты рядом у тебя там проблемы экономические вокруг себя особенно в провинции несменяемость власти и так далее ты бы об этом думал и возможно хотел бы что-то сделать но тебя отвлекают тем что у вас большие враги украина америка государство борется с чем-то эпохальным практически с инопланетянами и тебе уже как бы не до своих коррумпированных ментов не до своих не до своих несменяемой власти в своем городе потому что ты понимаешь что это мелочи по сравнению с теми инопланетянами ужасными американцами словечными бандеровцами и ты как упрощаешь этой власти привычные уже проблемы которые сопровождают себя всю жизнь потому что она занимается чем-то действительно героическим вот и так работает пропагандистская штука и поэтому людям легче естественно таким образом думать анна ну вот если продолжать эту тему да и вспоминать советский союз то всю информацию которую мы получали это была газета известия газета правда там комсомольская правда ну еще пару газе газет включая московский комсомолец по моему и и ну еще очень много газет но сейчас информационное пространство не просто обширное она великое и информацию можно получать как с от них источников так других из третьих и поэтому делать вывод но получается что российская пропаганда для людей у них как бы один источник информации телевизор почему так получается что люди как бы не интересуется чтобы все познается в сравнении но это тоже очень возрастное разделение люди старшего возраста привыкли смотреть телевизор доверяют ему них много каналов они привыкли к этому формату смотрения они привыкли не выбирать и получать готовую информацию и это абсолютно нормально именно поэтому тоже происходит возрастное разделение люди пользующиеся больше интернетом которые умеют искать который больше вариантов и более вариативные информационные потоки они естественно сложнее думают сложнее видят мир и вообще не стоит это вот такой один из главных мифов этой войны в том что большинство поддерживает путина большинство поддерживает войну но это же абсолютно не так это как бы особенно современной российской социологии никто и люди боятся говорить социологам что-то иное кроме слов поддержки власти потому что они знают и доказывается ежедневно что если ты против ты про это говоришь и это кто-то фиксирует значит ты в опасности и поэтому вот эти вот социологические опросы они такие феноменально успешные для действующей власти потому что ясно что все остальные люди они как бы предпочитают молчать и мы не знаем на самом деле как устроено вот это вот разделение стране кто против кто за сколько людей сомневается кто-то кто поддерживает что-то одно там условно говоря кто-то считает что не знаю что восемь лет что украинцы неправы но эти люди при этом абсолютно не хотят получать гробу собственными детьми не хотят чтобы их дети воевали поэтому вот это общество вообще не мало не гомогенна и сто процентов она не поддерживает путина теми 84 процентами 86 когда разучиваются в последнее время все значительно сложнее из расклад совершенно другой просто не очень понятно как выяснить когда все считают самым безопасным смолчать сегодня пришла новость о том что в автокатастрофе погиб известный популярный актер сергей пускепалис надо сказать нашим радиослушателям тем кто не знает что погиб он при обстоятельствах когда перегонял военную машину для ротеразведки да по моему какой-то там десант десантного взвода вы знали вообще этого актера и как вы относите к его ну вот скажем так несколько его позиции позиции и скажем так несколько посмертных комментариев об этом может он на дожде был когда-то выступал у вас ну во-первых пускепалис очень известный актер он действительно звезда большого кино если не ошибаюсь и снимался у звягинцев вот большой актер но но известно что при этом известно что у него довольно сложная политическая позиция он что называется ватник он поддерживает власть поддерживал войну был по другом не знаю всех там захара прилипина приходил к антону красовском он был из того лагеря это вообще разные вещи у михалков тоже хороший очень актер и когда-то был очень хорошим режиссером но как человек полное дерьмо ну то есть это вообще никак не коррелирующиеся вещи мы когда-то когда-то было это был год назад наверное примерно год назад мы стихом дзятков или такую программу 30-летию распада ссср мы делали программу собрали молодых людей которым как раз по 30 лет из всех бывших республик советского союза и они рассказывали про свое отношение к этому событию про отношение к имперскости и так далее вот самые разные вопросы озвучивали и а там был в одной из стран балтии вот это я не помню представлял сын русский палец который тоже точно также отзывался своей родине говорил про то как там унижают русских в общем был совершенно не так прозападно настроен как большинство вот этих молодых людей которые сидели в студии ясно что видимо это как бы это его позиция происходит с какого-то личного опыта дальше он очень радикализировался но это не отменяет того что он был классный актер ну и то что сейчас он трагически погиб поэтому высказываться на эту тему можно только очень аккуратно в продолжении предыдущего вопроса вот мораль и искусство как вы смотрите на то что вот ну например прекрасная актица хаматова переехала в латвию прекрасный актер анатолий белый скажу личное мое впечатление на на лучший актер на сегодняшний день в россии уехал в израиль высказав кстати очень такую откровенную позицию а и в противоположность этим прекрасным актером их коллеги ну например певцов которые у меня вызывает ну это вообще как-то странно я даже не могу сказать он вызывает нет это даже не раздражение это презрение презрение какое-то есть мошков который вот недавно был вот мораль власть и искусство как бы вы разделили и объяснили это мне кажется это вот предыдущего разговора и бывают люди и слабые духом и и слабые интеллектуально при этом хорошие актеры вот мошков действительно классный актер без скидок очень хороший актер петы совершенно путинист и он не к совершенно искренне поддерживает путина во всем выступает на всех концертах вешает зэд на свой театр снимает какие-то спектакли ну то есть он вот вот он такой певцов просто спившийся человек и актер плохой и личность ничтожная и тут даже обсуждать нечего мошков вот тут он преданный вот он видимо его взгляды причем знаете да что у него такая семейная драма у него полный разрыв с его дочерью тоже прекрасная актриса и мошковой которая придерживаться шин других взглядов которые открытые выражает ему презрение и у них большая семейная трагедия которая случилась сейчас очень с многими на самом деле очень многих семьях произошел поколенческий разрыв где родители и дети открыто конфликтуют на тему войны вот в семье мошкова такая штука я не уверена что это связано с харизмой и обаянием власти хотя я не исключаю что может быть на мошкова это каким-то образом действует но мне кажется что это какая-то вот это вот интеллектуальная какая-то психологическая слабость когда ты хочешь прижаться к чему-то большому к сильному государству тебе нравится быть лучше потому что государство твое больше ну в общем тут все понятно и честно говоря счастье что этих людей довольно мало чтобы не говорили наши руководители на самом деле этих людей мало и вот например писатель захар прилепен который тоже хороший писатель и при этом тоже абсолютное морально чудовище старинист антисемит убийца и еще много чего но при этом очень хорош талантливый писатель и он все время горюет в своих популярных очень не телеграм-каналах о том как мало людей культуры открыто выразила свою проза позицию и так и как мало этих людей которые поддержали и своим творчеством и своей деятельностью и среды интеллигенции вот на современные бои про военное движение даже он горюйте она а говоря о журналистах я вот перед нашей передачи пытался вспомнить кто очень так саркастично высказался раза такая хороший журналист секретарем не станет так и не вспомнил честно говоря но эту фразу этот сарказм кто-то из журналистов высказывал а как бы вы могли прокомментировать вот эту фразу так как вы сами журналисты и пару слов о пескове мы можем без кухни когда на мой взгляд ним по журналистам он кадровый дипломат и поэтому к нему это отношение иметь не может он сделал совершенно другое прошел путь когда-то умел дружить и когда его назначили при секретарем все в журналистских кругах были страшно довольны он в отличных умел быть отношениях обаять мужик и как бы вот тот момент далекие те времена которые сейчас кажутся очень вегетарианскими песков многим казалось симпатичным человеком ну вот человек так продал душу конечно неблагодарная работа главные фразы все не смеются и я не могу это прокомментировать или это не дело кремля он ничего не рассказывает и ничего на самом деле не комментирует он просто как бы катализирует вопросы журналистов давно уже из пола убраны все неудобные и западные журналисты уже дождь пару лет назад убрали и всех кого можно было убрать всех убрали это все формальность вообще российская государственная власть и структура эти это абсолютные карточные домики это замки из песка некие номинальные институты которые вообще имеют ритуальный смысл не знаю как в монархиях например то есть вот королева вроде бы ничего не решает но вокруг нее очень много всяких ритуалов вот вроде бы никто кроме путина в современной российской власти ничего не решает нет никаких демократических институтов ничего нельзя узнать все там замыкается и закрыто в бункере но при этом есть много всяких институций которые имитируют открытость прозрачность транспарентность интерактивность и так далее они просто не работают они все как бы но у комминс поэтому вот песков все песков был когда-то одним человеком стал другим ничего в жизни уже него не произойдет потому что он подписался под этой вот как бы в этой ситуации вписался из нее уже выписаться невозможно я думаю что во многом эти люди остаются в этих структурах потому что обратно пути нет а вот если продолжать тему сегодняшнего дня того что вот путин должен выступить или не выступить еще как говорится выступления нету можно ли сказать что путин хорошо понимает запрос российского общества хотел бы сказать что последняя новость говорит о том что выступление президента россии будет анонсирована на завтра вот вот анонсирует на завтра сняли соноса в сегодняшний день на завтра это может быть уже через два часа когда будет завтра путин с его опозданием во всем может быть любой момент да но вот как вы думаете запроса понимает ли он запрос общество или ему общее общество до лампочки да никто не знает что он понимает никто не понимает что понимает пути нет никакого связи никаких никаких источников которые можно доверять там такая сейчас создана система что никто не может проникнуть за эти кремлевские стены все журналисты которые раньше писали каким-то образом по источникам поезжали уже они все не могут работать нормально в россии раньше все они встречались с источниками наводили контакты и связи какие-то что-то выясняли сейчас это ручей этот институт нормальной журналистской работой политической абсолютно умер власть построил вокруг себя такую стилу что вообще абсолютно не известно что там происходит раньше путин встречался раз не знаю раз в три месяца по каким-то событиям встречался со всеми главными редакторами рассказывал какой-то объяснял их там позицию стратегию и так далее сейчас ничего не происходит никто не с кем не встречается наверно грома встречается с какими-то там своими провластными журналистами ничего никто не знает что думает путин все могут предположить то есть все думают что наверно может быть что не назначить мобилизацию которую все боятся потому что общество очень открыто отрицательно на это реагирует если вы сейчас посмотреть как что в россии происходит с билетами на самолеты билеты раскуплены всюду билет в стамбул в эконом-классом стоит полторы тысячи евро невозможно никуда улететь потому что все мужчины похватали эти чемоданы и улетели те кто может себе это позволить потому что вот эти вот все неплохие новости лучше пересидеть за границей они оказаться мобилизованным и запертым в стране рухнули абсолютно рынке вот как только появилась новости биржи рухнули просто все котировки упали то есть все вот так как бы вот так общество заявила о своей реакции на вот эти новости о том что вот меняется уголовный кодекс там появляется статья за самые разные статьи в том числе и упомянута мобилизация военное время но все естественно на ушах в ужасе абсолютно а если говорить об продолжая разговор о журналистике о компромиссах в журналистике вы журналист дождя кстати хочу сказать всем нашим радиослушателям подписывайтесь на дождь в интернете есть сайт и это очень интересно и честно главное а далее вот я хотел задать вопрос о компромиссах алексей венедиктов и наталья синдеева как мне кажется пытались все таки вести какой-то компромисс вот я помню что я был всегда подписан на дождь и помню что в одной части на дожде появились такие одиозные фигуры как депутат дегтярев на сегодняшний губернатор хабаровского края депутат железняк что меня удивляло но как бы мы понимали что наверное так надо ну а на эхо москвы тут ну тут был вообще разнообразный приход за что и критиковали алексей леонидов как вы относите нужны ли компромиссы или нужна однозначная позиция это вообще не компромиссы вообще нормальная журналистская работа выглядит так ты общаешься со всеми источниками если эти источники являются представителями власти ты с ними общаешься они могут последними гандонами но ты с ними общаешься потому что это лицо как бы эти люди управляют твоей страной они управляют твоей жизнью другой почему ну как бы если вот вся наша дума предположим она вот такая если в ней депутат железняка депутат дегтярев стал губернатором и сменил фургала и он интересует очень людей живущих в хабаровске и вообще всю страну потому что история фургала взволновала всю страну это были одни из самых активных уличных выступлений народных которые вообще были в стране за последние 10 лет конечно мы должны общаться с депутатом дегтяревым и железняком который последний ворюга но он при этом очень важный депутат был в какой-то момент это никак не связано ой Синдеева кому-то продалась нет и так работает журналистика журналистика это не только если ты общаешься с одним Шандеровичем Парховенко и другими приличными людьми нужно общаться с теми которые от кого зависит жизнь кто является ньюсмейкерами которые как бы вот такие у нас ньюсмейкеры в Америке они то совсем другие люди но вы не будете выбирать общаться с этим человеком или нет если он например придерживается другой политической позиции он представитель другой партии вы будете и при этом он неприятный человек вы откажетесь от общения с ним но при этом он решает вопросы он власть придержащая как бы такая ситуация и меня всегда ужасно это удивляет это вообще не относится никаким стандартам журналистики мне ужасно всегда странно когда люди люди возмущаются зачем вы позвонили Марии Захаровой она же такая ужасная Мария Захарова Мария Захарова при этом спикер МИДа и у МИДа один спикер это Мария Захарова хотите иметь доступ к чему-то получить какую-то информацию комментарий государства который творит ужасные вещи вам придется общаться с Марией Захаровой к сожалению какой бы она ни была но можете не общаться с Тиной Канделаки например да или я не знаю с кем-то еще но если например была бы возможность записать интервью Кадырова которое ну просто которое вообще негде пробы ставить ну конечно же всем пытались бы это сделать хотя ясно что бы он там нес да но все равно задать неудобные вопросы это примерно половина работы журналиста уже не важно что они там вам будут отвечать не смог добиться информатив информированных ответов но это скорее твоя проблема но в целом мы всегда шли этим путем просто в какой-то момент когда наша как бы стигматизация стала значительно большего дождя они просто перестали с ними разговаривать были единицы единичные депутаты государственной думы представители власти которые даже в момент когда мы стали иноагентами все равно продолжали с нами общаться они как бы были уполномочены я думаю что там было какое-то разрешение дополнительное даже когда нас уже убрали из пула и путинского и думского вот и всех все равно были какие-то люди там предположим главный технолог единой россии Костин он с нами разговаривал вот ему было можно парочку депутатов они с нами общались из них были ужасные средне ужасные но так они все равно оставались действующими депутатами это были наши единственные возможности приложиться каким-то образом к тем людям которые голосуют за эти вот адские вещи она а вот сейчас что вот это вот как бы возможности у нас ее почти нет сейчас когда мы находимся мы стали зарубежным сми я думаю что большинство из них боится что они подумают что они тоже в какой-то степени иноагенты а вот уточняющий вопрос прежде чем мы уйдем на рекламу а вот диета информационная для здоровья организма как вы смотрите на нее я не пробую но я считаю мне кажется заказывали даже целый текст на эту тему потому что многих это волнует новости такие ужасные токсичные что вообще выжить в этом очень трудно и я для себя когда-то приняла решение что мне значительно проще быть в потоке я когда вот мне проще в студии сидеть и все это переживать с аудиторией находиться внутри новостей тогда мне легче у меня ощущение что я как-то деятельно это переживаю а если бы я когда я сижу у экрана у меня выходной день а там творится черт знает что я просто абсолютно схожу с ума мне проще быть внутри новостей мне проще их читать чем потом обнаруживать что там не знаю произошел какой-то сумасшедший дом наступил поэтому но моя рекомендация диета только после диеты только сильнее поправляешься она мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу оставайтесь с нами мы вернемся через пару минут большое спасибо очень интересно мы возвращаемся в программу политинформания радиостанции народная волна чикаго ее ведущие эдуард брумер и геннадий и продолжаем беседу с российским журналистом и телеведущей креативным продюсером телеканала Дождь Анна Мангайт Анна вы с нами? да да я вас слушаю вот сейчас пришло пока начать шла рекламная пауза пришло сообщение через Нехта лайф о том что Путин все таки записал обращение к народу и завтра утром насколько я понимаю когда проснется Дальний Восток ссылка на источники администра он будет это обращение сделано как вы думаете что в этом обращении Путин может сказать о мобилизации или какие-то общие фразы? ну вот наши коллеги говорят что вроде бы оно будет в 8 утра по Москве вот мы уже нам прикидываем что нам делать в связи с тем что оно будет в 8 утра сейчас дождение от утреннего эфира оно что там будет никто не знает видимо будет каким-то образом обосновывать и мотивировать вот эту вот акцию с референдумами которые они истерически собирают сейчас по всем оставшимся на данный момент оккупированным территориям чтобы их присоединить к Российской Федерации с помощью вот этих вот фейковых референдумов где будут ходить в каждый пишут уже что будут приходить в каждый дом в каждую квартиру представители власти и полицейские попробуй кто-нибудь не проголосовать как нужно вот пройдут эти референдумы это реакция на контрнаступление Украины дальше Украина окажется прямо у этой фейковой границы с с Россией и вся война уже будет проходить на территории России это совсем другая война дальше будет риторика про то что вот напали на Россию давайте защищайте Родину вставайте под ружье и всех срочников теперь уже абсолютно легально отправят воевать если раньше они это делали из-под стежка и срочники там умирали просто пачками очень плохо мало выживали потому что они ничего не умеют и даже нужной агрессии и ненависти в них нет которые может быть там есть у зэков например которые тоже воюют в этой войне за Россию и будут отправлять срочников проводят какие-то сейчас тоже рассказывают журналисты российские что проводят какие-то опросы сверяют списки потенциально для потенциальной мобилизации государственной структуры в России тоже видимо кого-то будут призывать воевать потому что армия не справляется но при этом это будет другая риторика это люди должны воевать за свои границы за свою родину вот сегодня нет уже завтра но уже довольно скоро Путин должен объяснить вот это вот все заставить людей поверить в то что это их долг что им это почему-то нужно они должны быть мотивированы воевать хотя бы хоть как-то для себя это объяснить и как-то объяснить это народу что они там очень страдали 8 лет наконец-то они мечтали присоединиться к России вот очень попросились очень попросились и мы дали возможность проголосовать и вот они сейчас быстро проголосуют с 23 по 27 присоединятся к России и дальше Россия уже будет воевать с Украиной потому что Украина нападает на Россию как изначально Путин и говорил что это не мы напали а это мы просто это будут ревентивные действия потому что вот-вот бы напали на нас и вот сейчас наконец-то на нас нападут сейчас осталось только побольше приблизить границу к украинским войскам украинцы действительно очень успешные а придумать как переиграть их в этой ситуации вот они придумали такой ход конем дальше это другой совершенно накал это не мы пришли воевать в чужую страну убивать там и защищать каких-то неизвестных граждан которые вообще не хотят быть защищенными а нет это мы теперь защищаем свои границы это теперь как это великая отечественная номер два или три вот поэтому они вот это вот видимо они записали отрихтовали а вот он это скажет а потом выйдет бравый министр обороны шайку который проанонсировано будет говорить еще 15 минут после путина и он должен уже какие-то конкретные вещи разложить как военный начальник объяснить в каком порядке кого будет призывать видимо вот в общем очень неприятная ситуация когда мы уезжали тогда первый раз из России когда мы уезжали из России темп нашего отъезда конечно еще был очень связан с этими слухами про мобилизацию потому что больше всего не хотелось быть запертыми в этой стране которая приняла на себя решение что она может убивать соседей причем для меня это не просто соседи я сама из Одессы я из Украины для меня это просто запредельная личная драма и конечно оставаться в этой стране когда это связано с профессиональной опасностью вообще не хотелось еще и мобилизация у меня муж сыновья и такой очень многих и конечно все просто бежали опромиссы и сейчас происходит то же самое все с ужасом ждут этого завтрашнего дня все просто замерло у меня вот такой вопрос Анна те кто жили в советском союзе помнят что если человек заболевал страшной болезнью обычно это был рак то доктор не сообщал ему лично он сообщал как правило родственникам чтобы психологический человек не был убит в Америке совсем другая ситуация а если человек заболевает врач обязан сообщить больному о его диагнозе чтобы тот как можно быстрее начал лечение и тут вот вопрос по поводу правды честности стоит ли журналисту говорить всегда правду может быть стоит как то эту правду обертывать немножко в такие спокойные обертки как вы думаете если у журналиста право на вот такую жесткую правду да у журналиста есть любое право на любую правду абсолютно главное чтобы это правда была на самом деле действительно правдой вариантов здесь нету не знаю мне кажется что сейчас вообще вообще вопросы не к журналистам а вопросы скорее в том чтобы эти журналисты оставались потому что информация в данной ситуации это единственная опора для людей которые находятся в чудовищном психологическом состоянии столько сколько сейчас потребляют антидепрессанты не потребляют за всю историю антидепрессантов в России во всяком случае где нет этой традиции и наличие хоть какого-то источника информации которым ты можешь доверять хоть каких-то журналистов которые хоть немножко то уважают что какие бы неприятные вещи они тебе не говорили какие бы как бы они тебя не пугали все равно ты больше доверяешь тому который пригласит эксперта и разложит себе ситуацию хоть и неприятную и таким образом тебя подготовит чем те кто будет глазировать действительность и заливать сахар в уши таким образом как бы в очередной раз тебе врать это вообще проблема всей этой войны она вся построена на вранье изначально враньем было то что рассказывала российская разведка и ее агенты через многочисленные вот эти вот испорченный телефон Путину из чего он подумал что Украину можно взять за три дня и дойти до Киева и что Зеленский сдастся это было первое глобальное вранье с которой началась эта война и все дальше что в ней происходит а потом оказалось враньем состояние российской армии она оказалась не так великолепна и могучая не так прекрасно оснащена и мотивирована как всегда говорилось это показалось враньем военачальники докладывают другое в это время воровали и все и поэтому вся эта война она построена на вранье не было бы вранья никто бы не обольщался вообще на эту тему что кто-то там ждет российскую армию в Украине с цветами или что эта армия может взять и все захватить вот так вот с полпинка никто ничего я думаю что все что сейчас происходит истерические какие-то действия и вот эта вот попытка набрать градус это все последствия вот этого вранья в котором живем не только живут все и низовая какая-то часть придомная часть жителей и божественная верхушка все они живут в атмосфере вранья никто не знает правды потому что все начальство должно быть счастливо и ради этого вот все вот это происходит и поэтому возникают войны постоянно на обмане когда-то в Советском Союзе была известна такая поговорка три известных женщины Катя Лычева Раиса Горбачева и Алла Пугачева Раиса Максимова давно нет в живых о Кате Лычевой пионерке давно не слышно ничего а вот Алла Пугачева это наверное главный ньюсмейкер последних нескольких дней двух дней во всяком случае точно что вы вообще думаете о том даду во первых присвоит ли почетное звание почетное звание и на агент и о ее поступке и вообще о ее влиянии на общественную жизнь России сегодня сейчас в России многие обсуждают что благодаря этому действию поступку Аллы Пугачевой возникает ощущение что вся Россия все эти годы только и делала что слушала Аллу Пугачеву обожала ее песни и отдавала ей честь на самом деле это не так но действительно вот в этой вот народной идентики Алла Пугачева зашита не только у россиян но и всего бывшего Советского Союза всех этих уже давно независимых государств у нее стопроцентная узнаваемость как бы вшитый в гены уже такой восторг ее масштабом личности поэтому она как бы немножко надмирное существо она больше чем все мы чем современные серебрите которые знают только локально там своих в России о своих в Латвии о своих там на Кавказе она как бы обобщающая обобщающая эту территорию человек даже больше чем русский язык даже русский язык уже знают меньше на этой огромной территории чем фигура Аллы Пугачевой и поэтому конечно всем показалось абсолютно безумием и тоже как это самоубийственным действием пытаться наехать и задеть и каким-то образом оскорбить ее мужа который тоже очень большая звезда и очень прямой очень честный и исключительно прогрессивных и правильных взглядов человек про нее это нельзя сказать она и за единую Россию и за Путина голосовала и снял свой ролик как я вчера показывала в эфире она и Гражданская и Прохорова поддерживала это была другая партия она по советской власти пожелала у нее были разные она была очень аккуратна по отношению ко всяким российским оппозиционерам старалась быть ну как бы не в политике а где-то аккуратно подали и в общем никогда особенно не была каким-то человеком против шерсти агрессивно то есть она была ее запрещали когда при советской власти но никогда не шла против активно не шла против шерсти и тут вдруг обидели ее семью и заставили ее сказать вот эти вот слова которые она произнесла таким образом не согласиться с действующей российской властью но если такая бы масштаба богини икона надмирное существо родина мать не согласны с российской властью это абсолютно ее десакрализирует российскую власть откуда у них лицензия на убийство если сама королева ее не давала и поэтому конечно вот этим вот ее выступлением в инстаграме она абсолютно взорвала все социальные сети все обсуждения любое ее упоминание это огромные рейтинги гигантские цифры просмотров люди в восторге от того что она сделала потому что их поддержала сама как бы ну она как народная святая при всей своей особенности личности и на самом деле русские это же не вот эти вот скрепоносцы которых российское государство рисует вот эти вот верующие семьи вот такие консервативные любители семьи многодетные ограниченные которые бьют друг друга под дома которые не интересуются ничем которые против всего которые изоляционисты в общем это вот не эти люди люди ассоциируют с Пугачевой а Пугачева страшно прогрессивная она против эйджизма сколько бы ей не было лет она живет активнейшей жизнью она за любовь у нее прекрасные мужчины она их много меняла она много влюблялась она полна любви она завела детей именно так когда хотела и сколько хотела она там использовала суррогатное удовлетворение современнейшие технологии которые сейчас запрещаются в России уже постепенно она всегда жила размашисто очень бесшабашно пила развлекалась при этом выступала была дико талантлива и людям хочется идентифицировать себя с ней вот с этим ее размашистой личностью а не с теми узкими зацикленными ограниченными которых сейчас хотят нарисовать как образец гражданина российские власти поэтому это все очень попало в ожидании и теперь все слушают только пугачёва восхищаются только пугачёвой но тут пришел путины немножко перебил повестку но все равно конечно пугачёва сделал очень большой шаг она много лет назад а еще до двухтысячных а константин эрнст сделал серию очень хороших фильмов передач новогодних старые песни о главном а такое как бы возвращение в советский союз всем очень нравилось и все с огромным удовольствием это смотрели это было сделано талантливо как вы думаете можно ли считать вот эти старые песни о главном а такой стартовой площадкой к тому что у людей появилось желание так будем говорить не желание тоска по советскому союзу не знаю люди тосковали мне кажется по молодости как сначала начали тосковали по молодости которая пришлась на советский союз потом начали тосковать по какой-то утопии которые уже забыли а следующее поколение просто не представляло что это а сейчас вообще никто уже не помнит что такое советский союз и поэтому можно сколько угодно его вспоминать это все равно что тосковать по древней Руси там были богатыри пряники все было такое разноцветное сказочное и так далее вот можно тосковать по этой по древней Руси она была былинная сказочная и волшебная точно так же можно тосковать по советскому союзу он уже был огромный размашистый победоносный в нем был пломбир очень вкусный и люди были интернационалисты ну как бы это все это уже не существует никто уже не помнит что это было на самом деле и те кто сейчас тоскуют по нему это в основном люди которые его никогда не видят и которые не знают что это что он из себя представлял и именно поэтому на этом так активно спекулируют наши идеологи потому что они понимают что это выдум они предлагают выдуманную мифологему потому что все равно никто с этим жить поспорить не может вот и все и конечно ну естественно легко тосковать по империи маленькие люди тоскуют по всему огромному мощному и так далее по империи классно тосковать вот и легко в нее влюбляться и ассоциировать себя такого скромного и немного сделавшего с чем-то гигантским вот я я считаю что проблема только в этом мне кажется что люди большие личности не тоскуют по большим странам по ним обычно тоскуют маленькие личности и вот собственно во многом говорит о тем кто тоскуют с 19 сентября страны балтии польша бельгия нидерланды прекратили впускать на свою территорию граждан россии выдавать визы и даже впускать тех кто имеет шенген как вы к этому относитесь и как вообще себя чувствует русское население ну скажем в латвии вы знаете мне очень трудно судить о русском населении в латвии в латвии очень много русскоязычных и очень много русских исторически это совсем-совсем другие люди это не мы а мы приехавшие по приглашению латвийского государства в трудную для нас минуту СМИ оппозиционная российская демократическая независимая СМИ которую пригласили и в Латвии работает еще очень много независимых СМИ независимых журналистов нас я не знаю человек 200-300 здесь очень много и это разные почему-то бюро там BBC бюро Deutsche Welle это все те которые судили в России и к нам ну мы на себе не ощущаем никаких проблем мы не являемся гражданами страны мы не родились здесь у нас нет исторического конфликта мы не обижены на Латвию нам наоборот Латвия очень симпатична что касается истории с шенгенскими визами да мне кажется это несправедливым я не считаю что посещение какой-либо страны можно считать привилегией я не понимаю почему нужно приравнивать тех кто топит за войну и тех кто всю жизнь сопротивлялся вот этому тоталитаризму почему всех нужно по одному ребенку стричь мне это по-прежнему непонятно хотя многие считают что мы все несем какую-то свою ответственность за войну в Украине и за произошедшее в России и поэтому мы все должны за это платить но я не считаю что мы должны платить одинаково я не понимаю я не считаю что посещение Европы и проживание условно там в Латвии или в Литве или где-нибудь в другом месте или в Словакии там являетесь привилегией и пребывания вот но вот выбрали такую стратегию действительно по туристическим визам и по бизнес визам и по визам там спортивным и культурным когда люди приезжают на спортивные культурные события теперь во все эти государства въехать нельзя это я думаю все таки во многом результат их исторической травмы связанной с Советским Союзом эти страны очень сильно пострадают здесь в каждой семье мне кажется есть депортируют депортированные изгнанные в общем жертвы какой-то какой-то оккупационной политики поэтому этих людей можно понять на себе мы как бы никакой травли не ощущаем но история с визами да мне кажется неоднозначной Анна а недавно ушел из жизни Михаил Сергеевич Горбачев уже лет 17 назад или 16 лет назад ушел из жизни Борис Николаевич Ельцин две знаковые фигуры советской политики конца двадцатого века ваше отношение вы знаете вот чем дальше время уходит у меня Горбачева всегда было очень хорошее отношение я считаю его великим человеком а к Борису Николаевичу Ельцину было такое симпатичное отношение но чем дальше уходит время оно меняется в знак минус благодаря тому что он оставил наследника вот как ваше отношение к вот этому наследничеству Борису Николаевичу Ельцину и к Михаилу Сергеевичу Горбачеву ну они оба были неоднозначными личностями с одной стороны Горбачев безусловно историческая фигура действительно объективно заслуженно получившую Нобелевскую премию и совершивший гигантский рыбок в истории да и не быть благодарным за это невозможно и это человек который ушел от власти который сделал все что мог в масштабах его личности сделал не все потянул не все но сделал очень многое и никто кроме него тогда это сделать не мог вот он взял на себя эту ответственность решился и как бы и вступил в пропасть я конечно невероятно его уважаю человек он был очень симпатичный по-человечески как и Ельцин Ельцин вообще был я его видела в жизни пару раз в том числе он был как-то неожиданным образом у нас на даче у родителей пил чай с родиной была такая вечеринка где была семья Ельцина меня поразило конечно какой-то просто огромного масштаба фигур он еще был сам очень высокий голос еще был очень громкий и все что он рассказывал он мыслил масштабами планеты то есть его интересовали вещи планетарного масштаба не частные не мелкие а глобальные и он конечно был невероятный совершенно космический харизматик но на него на его совести не только Путин на его совести чеченские компании не только Путина он ошибочно назначал у него на нем очень много всяких ошибочных кадровых и некадровых решений и ему есть что вспомнить но он тоже был конечно фигурой со знаком плюс он тоже пытался двигаться в позитивное будущее он тоже сделал очень много и ровно много столько же он сделал и ошибок но он ушел ушел от власти хотя всем не демократическим путем он просто передал его фактически но он ушел и он не утащил в могилу за собой нас с вами и вообще на фоне Путина сейчас кажется что все лидеры почти все диктаторы симпатичные достаточно люди невозможно всех этих всех их мерить какой-то какой-то одной оценкой ясно что все они сложные и тот и другой и Ельцин и Горбачок были конечно эпические фигуры Анна у нас заканчивается передача и мы всегда всем задаем один и тот же вопрос вы можете на него ответить как вы считаете нужным но очень коротко куда идет военный корабль русский русский военный корабль он идет именно туда куда указали маршрут но я надеюсь что он не утащит туда всех нас вместе с собой потому что это слишком большой корабль и слишком много людей вынуждено на нем оказалось Анна огромное спасибо вам за это интервью мы желаем вам всего самого наилучшего вам и телеканалу дождь творческому коллективу и надеемся что это наша не последняя беседа мы передаем вам привет от нашего коллектива в чикаго всего самого наилучшего спасибо еще раз спасибо за этот разговор спасибо до свидания всего хорошего Субтитры сделал DimaTorzok